Не буду я бухгалтером работать. У нас тут все достоялся самовар. Мы стопили чай из блюдечек. Вдруг вот у них все 30 человек или 40 к ней в гости придут. И что она их будет размещать? Я говорю, кармашек правильно пришить за полгода. Для меня работа это главное. У меня стоит инструмент с 82-го года. Я даже иногда ее сама побаиваюсь. Но это хорошо. Я счастливый человек. Я родилась 12 июля 1960 года. Ну, что такое 12 июля? Да, годовой праздник, город Брёс. Ну, маленькую меня наряжали в этот день. Выводили вот на площадь. Тут всегда была ярмарка. Ну, снова продавались раньше вот в те времена деревянные игрушки. Бабочки на палочках. Крылышками махали там. И мне разрешалось в этот день все выбирать. Мне покупали подарки такие интересные. Мне всегда казалось, что мой день рождения гуляет весь плюс. Мама моя, она сама из Кимишмы, приехала сюда на отдых. И здесь нашла папу у него. И они влюбились, поженились. И маме здесь осталось жить, работать. 40 лет отработала главным экономистом жилищно-коммунального хозяйства. Папа у меня был водителем. Но он очень любил спорт. Он занимался лыжами, футболом. И нас там же приучил с братом. Братом, младшим я на 6 лет, Валера. Он работал в милиции. Сейчас он на пенсии тоже подрабатывает. У них семья. Дочка, жена Ольга Микантрова. Она работает тоже в музее, фондахранилище. Вот эти три окна верхних. Здесь была бабушка. Я здесь 4 лет жила. Вот эту терраску бабушка сама построила. У нас тут все достоялся самовар. Мы все топили чай из блюдечек. И все туристы очень часто почему-то вот здесь вот останавливали группу. Значит, экскурсор вот рассказывают. А все туристы смотрят на нас, как мы пьем чай. Садик меня отдали в 9 месяцев. Это была бывшая детская библиотека. А после этих детских яслей меня уже перевели в более старшие яслей. Это дом у Зелимитана. Дальше я уже пошла в детский сад. Это на улице Советской. И после меня перевели уже в самый старший садик. Это уже сейчас у нас как раз фондахранилище. Семи лет я в этом садике была. И после семи лет я пошла уже в школу. Школа она была... Это бывшая детская музыкальная школа. Там школа была с 1 по 4 класс. А дальше с 4 уже по 8 класс я уже училась в здании, где сейчас музей пейзажа. С 4 до 12 лет мы проживали на улице Корнилова, 10. Напротив был дом Анбана Варьевой. Я ее с детства знаю, потому что она женщина интересная. Всегда водила экскурсии. И мы с подружкой слушали, когда гуляли около дома. Павла вела экскурсии. Она заканчивала как раз около своего дома. Я все вспомню. Она всегда заканчивала экскурсии. Так вот, посмотрите, значит, прямо эта дорога 70 километров идет до города Иваново. Это в центре Ивановской области. Направо вы спуститесь вниз. Там будет набережная. Вот, города Плес. А вот налево зелененький дом с мезонином. Это дом, в котором я живу. Я вас всех приглашаю в гости. Все смеялись, все расслаблялись, хлопали в ладоши. А мы с подушкой на руках же. А вдруг вот у них все 30 человек или 40 к ней в гости придут. И же она их будет размещать. Вот, мне кажется, где-то так у меня и дорога началась в этот музей-заповедник. Еще, я думаю, с тех времен. Это моя родная школа. В 9 класс мы пошли к новой школе. И перед этим я поступила после 8 класса в Плески-соркостехнику на бухгалтера, как мама хотела. Вот в это здание, в котором сейчас мы находимся, находится администрация и исторический отдел. Как раз вот помню, что я давала экзамен. Как раз вот почти что в этом кабинете поступала, когда в технику. Я вначале получила профессию мастер легкого платья. Это была тоже интересная очень история. Когда в 10 классе мне бабушка подарила ткань на выпускное платье. Я где-то за 6 месяцев отнесла добыт, чтобы не сшили. Думаю, ну уж за полгода, наверное, сошлю в платье. Я, как сейчас помню, вот выпускной, и я пришла в парикмахерскую, сделала прическу. И после парикмахерской за 2 часа до выпускного я пошла до платья. А мне его все равно испортили. Там просто осталось только пришить два кармашка. Они постоянно пришивали, как-то крепко все было. Я думаю, что, не можете мне, говорю, кармашек правильно пришить за полгода. А мне мастер говорит, да-ка ты иди, да и попробуй. А я говорю, да-ка пойду и попробую. Я на следующий день после выпускного пришла в дом быта к начальнику Груздевой Валенте Александре. А мастер говорит, я хочу учиться и доказать, что я могу. Я вышла с дипломом 4-го разряда, когда вся группа была с 3-й. Шил успешно. Потом на меня стали шить вещи для показа мод. Ездила в Иваново. У меня шили очень много интересных вещей. Мне это очень нравилось. Я как-то никуда особо как бы думал, но 2 года все равно надо отрабатывать. Была мечта все-таки пойти в институт на мастера швейных изделий или под тканем что-то. Или вот это вот мне. Меня это очень интересовало. И однажды мы, значит, шли. Мама говорит, я твои документы отдала, плюски с архозтехниками. Ты хоть сходил, сдай экзамены. Не понравится, бросишь. Не буду я бухгалтером работать. Я не хочу вступить сюда, научное отделение. Старосты меня выбрали. После я поступила на заочно Костромской сельхозинститут на бухгалтер-экономиста. Я искала работу и профессии. И встретился мне Слобачкин Владимир Павлович, ее муж Алла Павлович. А он работал начальником тоже в ДРСУ. Я вычитала в газете, что у них требуется экономист. Ой, Владимир Павлович, возьмите меня экономиста. У меня клиеночка сегодня вышла. Вот первый день человек. А ты знаешь, Алла Павлович сказал ему, в музей требуется бухгалтер. Она тебе вечером позвонит. Бухгалтер, музей. А мама не отказала. Она вся говорит, мама, музей, это в плюсе какой-то есть. Это музей-заповедник. Она говорит, я не слышала, что за музей-заповедник. Ты спроси Алла Павлович, а что за музей? В какой сфере он относится? Прости, есть ли премии. Ну вот, пришли, значит, на следующий день с мужем, ну, бухгалтером. Вот что-то никто, говорит, не решился в музей-заповедник. Я все в плюсе, в плюсе, в плюсе, директор мне рассказывает. Никто не хочет. Вот. А ты вот такая молодая, решилась, молодец. Ну, я написала заявление. Сережа стоит рядом со мной, а Николай Васильевич. Ну, а ты где работаешь? Ну, давай-ка мне инженером. Пишет заявление и будешь у меня работать. Музей-заповедник образовался в 22 октября 1982 года. А я где-то в ноябре, в начале ноября, пришла в музей работать. И отсюда я, конечно, не уходила ни разу. У меня была попытка. Меня очень долго переманивали в отношения, лично коммунальное хозяйство, бухгалтером. Руку скушла. Там написано заявление на прием. И пришла на работу. Пришла, села за стол. У меня к вечеру поднялась температура. Я еле досидела. Пришла домой, у меня 39. Я ничего не понимаю. Звоню к главному бухгалтеру. Говорю, я не приду больше к вам на работу. Я поняла, что это не мое. Я ей сказала, что через два часа температура как не бывала. Я здорова. Я весела. Я возвращаюсь в музей. По работе я могу тяжел сказать, конечно, потому что это такая работа, что неблагодарная, в принципе, эта работа. Она постоянно, ежемесячно повторяется. Очень много инструкций. Очень много надо знать. Большая ответственность. Но, не знаю, мне всегда нравилось заработать. Я считаю, что это мое место. Это мой музей. Я с ним, как сказать, родилась. Это мой дом. Это моя семья. У меня стоит инструмент с 82-го года. Инструмент, с которым практически мы начинали работу. А теперь вот этот инструмент. Я даже не понимаю, как мы на нем работали, как мы сводили балансы, как мы искали, вот потеряешь копейку, и ты ее ищешь. Господи, лучше бы из кармана вложить эту копейку, чем на ее найти. И вот на этих счетах. Я их храню. У меня работа – это главное. 40 лет на одном месте проработать, начинать все с ноля. И видеть, как музей с каждым годом расцветает, прошеет, приходят молодые сотрудники. Это же вот радость. Я люблю свою работу за коллектив. Я в 82-м году пришла. Я же всех помню молодые. Света Кутурина, Светлана Заревна. Я помню, как они все пришли. Марина Голубева, Анатолий Иванович, Сорокина Ирина. Девчонка моя, вот Наталья Малова. Она работает со мной 36 лет. Как смеялась в молодости, так и смеется, радует людей. С Варей Вобриковой 31 год мы вместе работаем. Я даже иногда ее сама побаиваюсь. Но это хорошо. Пусть. Лена Смирнова. Она очень аккуратная. 29 лет вместе. У меня уже Лена тоже работает на доходах. Это тоже Смирнова. А у нее сейчас Уткина. Уже почти 7 лет. Людмила Стажарова, 12 лет. Леночка Ламохина, 13. Я ее тоже считаю, что она наш коллектив в бухгалтерии. Так что у меня коллектив очень хороший. Девчонки все веселые. Друг за другом они заступаются. А если кто-то заболел или чего-то, взаимозаменяемость полная у нас. Наши сотрудники, когда музей-споведник организовался, нас называли жители плюс музейные редкости. Но мы как-то все равно отличались. Все-таки модные, все современные, все подтянутые экскурсии, грамотные все. О, идут музейные редкости. Вот сколько раз я слышала эту фразу. Я, кстати, и люблю коллективы. Потому что какой-то особенный коллектив музея. Поэтому я вот этот музей люблю. Цыганка ко мне подошла уже седаясь. Такая, давай-ка я тебе предполагаю. И она, значит, мне говорит, у тебя будет все будет. У тебя будет муж-моряк. Будет его звать Сергей. У тебя будет двое детей. У тебя будет дом. А я обмени. Не будет у меня военных. Тем более моряк. Это его надо еще полгода ждать. Он уйдет. А я буду сидеть, ждать, по-моему, посмотреть. Такая-то красота. Неужели я буду сидеть? И посмеялись, ушли. Я-то все забыла. Когда замуж вышла, я вспомнила. Муж-моряк. Из-за волки его Сергей. Мы познакомились в феврале 1978 года. Так, он тоже учился в Плеской школе. Но уже более близко. Мы познакомились именно вот в эту дату. А поженились мы в 1982 году. В августе месяце. До этого мы то встречались, то расставались. Но потом поняли, что друг без друга не можем. И поэтому вот решили объединить, создать семью. У нас Сергей Иванович и двое детей. Мальчик и девочка. Первый вот Максим у меня. Сын 83 года рождения. Закончил нашу тоже Плеску школу. 10 классов. Ивановский аналоговый университет закончил. У Танечка, значит, тоже закончил нашу школу. 10 классов. Потом она закончила Текстильную Ивановскую академию. И дальше она закончила Академию госслужбы. И у меня, значит, внуки от Анечки. Значит, Данил. Ему сейчас 8 лет. Максима. Мальчика, Верочка. 6 лет. Живу в лесу. Работаю в хорошем месте. Хороший коллектив. Дети. Внуки. Я счастливый человек. Субтитры подогнал «Симон»